Киселев назвал принятие в.ай. Чтение законопроекта о виноделии вдохновляющем. Киселев назвал принятие в.ай. Чтение законопроекта о виноделии вдохновляющем. 18-13-19 ноября 2019 года. РИА Новости. Владимир Остапкович, генеральный директор МИА России. А сегодня Дмитрий Киселев в гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. РИА Новости, Владимир Остапкович. Москва, 19 ноя РИА Новости. Генеральный директор МИА России. А сегодня председатель Союза винограда РИА Виноделов России Дмитрий Киселев считает, что в стране началось оздоровление винодельческой отрасли. Так он прокомментировал РИА Новости принятие во вторник Госдумы в первом чтении законопроекта о виноградарстве и виноделии, вводящего единое комплексное правовое регулирование в этой сфере. Большое дело. Оздоровление отрасли началось. Законопроект пользуется поддержкой среди основных производителей. Вдохновляющие события, сказал Киселев. Законопроект устанавливает, в частности, правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Среди основных целей госполитики в этой сфере повышение качества продукции и конкурентноспособности напитков, которые произведены из российского винограда. Документ вводит ряд терминов, связанных с виноделием. Так, вином предлагается считать пищевую и алкогольную сельскохозяйственную винодельческую продукцию с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленную исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенную к розничной продаже на территории России. В Госдуме оценили преимущество нового закона о виноградарстве и виноделии. Сейчас вино, согласно российскому закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя, считается алкогольная продукция крепостью 8,5-16,5%, произведенная без добавления этилового спирта в результате брожения ягод свежего винограда или виноградного сусла. Вина с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения могут иметь содержание спирта не менее 4,5%, крепость столотого вина не должна превышать 15%. Еще одна она вела документы ограничения использования импортного сырья. Законопроект устанавливает, что при производстве вина, включая крепленые и игристые, запрещается, в частности, переработка или использование для выпуска напитка импортированных в России винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного. Ограничения на импорт в РФ виноматериалов обсуждаются уже несколько лет. В разное время предлагалось как запрещать их ввоз, так и вводить в их отношении пошлины, однако до сих пор такие решения не принимались. 18.1. Эксперт оценил перспективы закона о виноделии в России. Проект устанавливает, что фальсифицированной винодельческой продукцией будут считаться напитки, которые сопровождаются ложной или неточной информацией, вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения или производителя. Может появиться ряд особенностей маркировки и продажи вина в рознице. Например, производители и продавцы должны будут довести до сведения потребителя информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино. На этикетке и контрэтикетке винограда содержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть с помощью соответствующей фразы указано, что эти напитки не являются вином. При этом в торговом зале продажа подобных напитков будет отделена от вина. А размещение на полках магазинов напитков из российского винограда будет сопровождаться надписью «Вина России». Революция в виноделии. Отрасли и эксперты возлагают определенные надежды на законопроект. Дмитрий Киселев ранее заявлял, что законопроект о виноделии в России настоящая революция, поскольку подобного закона в истории страны не было. 15 ноября, 12-18. Принятие закона о виноделии поможет развитию села, уверен эксперт. Гендиректор завода шампанских вин «Новый свет» Алексей Пугачев указывал, что новый законопроект направлен на защиту законопослушных производителей, устанавливая жесткую ответственность за некачественную и фальсифицированную продукцию. От принятия документа могут выиграть и покупатели вина. Так, депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев отмечал, что принятие законопроекта позволит отделить на полках магазинов вина от винных напитков. По мнению главного редактора сайта «Наши вина» Дмитрия Ковалева, принятие закона создаст предпосылки для трудоустройства многих людей в сельских регионах и для развития территорий, где возможны виноградарство и виноделие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...